Сегодня прояснились кое-какие детали вчерашнего обрушения в строящемся пристрое к 167 школе на фрезеровщиков 84А, что на Эльмаше. Напомню, вчера в третьем часу пополудни, то есть прям посредь бела дня, обвалилось перекрытие между третьим и четвертым этажами. В этот момент на высшей точке воздвигаемого объекта находились два строителя, которые заливали бетон. И они настолько удачно обрушились вниз вместе с упавшей конструкцией, что оба не то что не погибли, а даже не поломались, отскочили ушибами без госпитализации. Да это я прямо смотрел, как это все рухнуло, я видел это все. У меня вот балкон, я сидел, телевизор смотрел и смотрел на стройку. Ну, сижу, то в телевизор, то туда. Начало сыпаться все это, затрещало я. Смотрю, тут пыль, гам, все забегали, двоих вытащили. Они на крыше двое были, строителей, они прямо все упали. А чем они занимались наверху? Заливали бетон, прямо сверху крышу лили. Они с утра, все утро лили. С утра и до вечера. Я смотрел целый день за ними, как они работают. При ближайшем рассмотрении оказалось, что вчера строители заливали бетоном монолитное перекрытие. Но что-то случилось, и опалубка обрушилась в районе будущего актового зала, который обещал быть изюминой нового школьного корпуса на 600 детей. Почему опалубка со свежим бетоном пала ниц, пока неизвестно. Надо сначала разгрести завалы, чем сейчас зодчие и занимаются. Ну и посмотреть, что стряслось. Посетивший полуразрушенную новостройку вице-мэра Екатеринбурга Алексей Бирюлин сообщил, что опалубку поставили в соответствии со всеми ГОСТами, СНИПами и прочими технологическими картами. Значит, видим то, что видим, произошло обрушение опалубки. Вся опалубка была выставлена согласно технологических карт. Соответственно, пострадавших жертв нет. После того, как все последствия будут, так скажем, устранены, демонтированы, будем смотреть, из-за чего произошло обрушение. То есть, вся оснастка будет изучена. И, соответственно, будут сделаны выводы. Выводы пока что прежде времени. Ключевое, жертв нет. Соответственно, имеем то, что проблемы всего 250 квадратных метров. Прозошло обрушение перекрытия будущего актового зала. 250 квадратных метров, где-то 50 кубов. Не такой большой объем. То есть, сейчас впоследствии устранят, демонтируют всю арматуру, вычистят остатки бетона свежего. И, соответственно, будет установлено заново опалубка, работа будет возобновлена. В интерсети некоторые доморощенные эксперты предположили, что рабочие просто не дали бетону застыть и продолжили другие работы. Потому, дескать, сырое перекрытие и упало. Другие говорили, что люто повезло, что обрушение случилось на стадии строительства, а не потом в готовой школе с живыми учениками. А надежда на то, что дистанционка рано или поздно кончится, жива. Первые парируют, да не могло это упасть потом со школьниками. Если бы дали бетону застыть, ничего бы не упало. В общем, дискуссия. А вице-мэр Бирюлин на пассажок успокоил всех ребят и девчат, наметивших учиться в новом корпусе. Несмотря на разруху, пристрой будет введен в строй в срок. То есть, как обещали строители в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин